Мы можем наблюдать, что в очаге коренья температура совпадает около 1000 градусов. Но при этом, если мы ставим сюда руку, мы не почувствуем никакого тепла. Карина Кульпина в этом году закончила Тихоокеанский университет. Девушка выучилась на логиста, но придя на стажировку на производство, решила изменить специальность и стать технологом. Сегодня Карина работает в команде Технониколя над повышением теплопроводности базальтовой изоляции. Частенько могу выйти на линию, посмотреть, если есть какие-то недочеты, понять, почему так, что можно сделать, чтобы это исправить. На данный момент я занимаюсь проектом по изучению теплопроводности, изучению влияния различных факторов на показатель теплопроводности. В 2019 году завод заключил соглашение с ТОГО. В рамках проекта «Молодые специалисты» в университете отбирали самых способных и звали попробовать себя на производстве. Отбирали студентов, тестировали их, приглашали к себе на экскурсию. По итогам тестирования экскурсии 7 человек, 7 студентов к нам пришли на стажировку, на работу, скажем так. В процессе работы над проектами у нас осталось 2 студента. Даже если мы берем специалиста, который условно подходит к нашим требованиям, нам приходится все равно его доучивать. И до этого у нас существует целый институт внутренних обучений. То есть мы учимся, мы сами учим, мы приглашаем внешних тренеров. У нас обязательно проходит обучение процессом. Конечно, сразу стать директором завода у молодых специалистов не получится. Сначала надо поработать на одной из низших должностей. При желании трудиться, подъем по карьерной лестнице обеспечен. Но зачастую на этапе выбора вуза школьники не могут определиться с будущей профессией. В российских школах обычно нет такой подготовки к будущей специальности. Обычно это обычное тестирование. Человек-человек, человек-оборудование. То есть особо не рассказывает по специализациям, что конкретно будет выполнять сотрудник, выходящий на работу после учебного заведения. Сегодня на предприятии по производству негорючей теплоизоляции из базальта трудится 270 человек. 30% из них – молодые специалисты. Но компания не отказывается и от работников с опытом. Я не делю кандидатов возрастные или молодые и так далее. Более того, я так скажу, что иногда возрастные категории населения за счет своего какого-то оставшегося энтузиазма с одной стороны, а с другой стороны за счет опыта могут дать форму молодым. Чтобы компания работала как единый кулак, «Технониколь» регулярно организует тренинги в коллективе. Наталья Чернышева и Василий Ермаков. Смотри Хабаровск.